Девушки отдыхают Фрэнки Шоу! Прямая трансляция из сумасшедшего дома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать какую! На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, привет! Мои любимые друзья! Ваш Фрэнки снова здесь! Трам-там-тарам! Да-да, ваш гений тут как тут, но Всего на 50 минут Быстрей ловите суть моей игры Я вам ее дарю Ля-ля-ля-ля А на мгновение раз и нет Спасибо, всех благодарю Об этом я Еще спою На бис для всех и для О, бог мой, что я говорю Однажды я Проснулся и Смотрю, а я не я Вау! И жизнь моя Уж не похожа на мою О, бог мой, что я говорю Итак, друзья мои Если с вами произошло что-то подобное То нет смысла расстраиваться Вы не одиноки Вспомните о том, что на радио Серебряный дождь Каждую среду с 20.00 Идет знаменитый сериал О бесчисленных жизнях Одного безумца Которого зовут Фрэнки И который каждый день просыпается В новой роли В новом теле И под новым именем О, это безумие Скажет кто-то Нет Это абсолютно нормально Скажет кто-то другой Нет Этот человек Несомненно Герой нашего времени Задумается третий И все они будут абсолютно правы И в чем, собственно, мораль Все это бессмыслится А в том, что Каждый из нас сам И только сам Творит свой мир Свою реальность И по большому счету Никто не виноват в том, что мы живем В том мире, в котором живем Вынуждены играть те роли Какие играем Что зарабатываем столько Сколько зарабатываем И что нами управляют безумцы Которые нами управляют Да, каждый народ Достоин своего правительства И каждый работник Достоин своего босса Понимаете, о чем я Об этом я Еще спою На биз для всех И для... О, бог Что я говорю Итак, леди, джентльмен Сейчас Буквально через минутку Я начну для вас Для всех вместе Для каждого в отдельности Свою новую историю Свою новую жизнь Сделайте погромче Свои радиоприемники Или придвиньтесь поближе и замрите Дамы и господа Сейчас еще одну вам жизнь я подарю Возможно, голову опять вам задурю Но в этой дури все же есть один малюсенький намек Тот, что для добрых молодцов урок Ну все, пора Дурю-дурю-дурю-дурю-дурю-ду Спасибо, всех благодарю Спасибо. В театре божественного сумасшедшего. И сегодня я замахнулся действительно на большую фигуру. Сказать, что она находится ближе всех к вашему сердцу, это ничего не сказать. Еще будучи мальчишкой, я смотрел на эту свою роль со стороны и плакал. Слезы текли по моим щекам, а по телу бегали мурашки. И я думал, неужели я когда-нибудь смогу создать что-то более совершенное. Более предельное. Нет. Да. Войти в это тело означает обречь себя на невыносимое напряжение, крайнюю интенсивность внутренней духовной работы и на невероятный труд, труд, труд. Кто я сегодня? Вот загадка. Телефонные трубки уже в ваших руках, и вы все уже знаете, что как только в ваших головах нелькнет мысль, вы немедленно набираете номер 946-21-80. А там, там жду вас я со своим «Привет, это Фрэнки», ну и так далее. Итак, с Богом, дамы и господа. Установлено, что на голове блондинов и блондинок в среднем по 150 тысяч волос. На голове брюнетов или брюнеток по 100 тысяч. Удивительное рядом. Реклама на «Серебряном дожде». 191-97-87. Это Эдди Мерфи. Патрисия Каффи. Ригмунд Фрейс. Сальвадор Дали. Арнольд Сварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик «Фрэнки Шоу» 946-21-80. Итак, дамы и господа, не знаю, правда, что еще можно угадать, но уже есть звонки, есть уже попытки ответить на мою сегодняшнюю загадку. Слушаем автоответчик. Здрасте. 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 Здравствуйте. 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 Добрый вечер, Фрэнки. Добрый вечер. Я думала, что это Брюс Ли. Прекрасно, прекрасная фигура, когда-нибудь я ее собираю. Алло, уважаемые Фрэнки, это Элвис Пресс. Элвис Пресс Ли. Прекрасная, великолепная, просто здорова. Итак, дамы и господа, сегодня я приготовил вашему вниманию подлинный шедевр. Если у вас не окажется времени дослушать мою сегодняшнюю историю до конца, то сегодняшний день, несомненно, прожит зря. Драматургия такого уровня встречается нечасто в наших жизнях, поверьте мне уж, я-то знаю толк в драматургии. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я родился 25 января. Января 38-го года. В стране, которая только одна такая. И только в ней одной единственной мог родиться человек, в шкуре которого я сегодня единственный в своем роде. Самый-самый из всех. Итак, вот оно, 25 января 38-го года. Из роддома меня приносят в старый и уже довольно пошатнувшийся дом, в котором когда-то была гостиница Наталис. И вот я лежу на кухонном столе, голенький и розовенький, вся комната забита народом, и на меня смотрят десятки глаз. И спорят, спорят, спорят о том, какое имя мне больше всего подходит. В итоге остановились на том, которое означает «владыка мира». Так в великой стране родился еще один властелин. Но, как позже выяснилось, завладел я не столько миром, сколько бескрайними просторами людских сердец. Годы детства были довольно веселыми. Мама моя была артистичным и очень общительным человеком. У нас в гостях всегда собиралось много народу. Сидели за столом, пили чай, пели народные песни. Я, конечно же, устраивал свои детские концерты и представления. Забирался на самую высокую табуретку, а то и на две поставленные друг на дружку. Как можно выше, чтобы меня все видели. И читал перед собравшимися детские стишки и простенькие считалочки, и набис, отбрасывая назад волосы, как настоящий взрослый поэт, и громко декламировал. Потом пришли годы жизни в оккупированной Германии, в военном гарнизоне Веберсвальде. Потом отца командировали на родину, и я вернулся вместе с ним. Отличался ли я от детей послевоенного времени? Да нет. Как все, приходил домой с ободранными коленками, и было понятно, что играли, конечно же, в войнушку. Обожженные брови и копоть на лице показывали, что не обошлось без взрывов. То ли гранаты, то ли патронов, в которых в послевоенной стране было пруд прудей. Может быть, был немножко более непоседлив, немножко более бесстрашен, а потому, как правило, был заводилой и в играх, и в проказах. Естественно, и наказывался чуть чаще, в драках получал чуть посильнее. Ну вот, закончив школу, я поступаю в инженерно-строительный институт, и проучившись в нем чуть более полугода, чувствуя, что, ну, не мое это, бросаю ее. Это решение я принимаю в новогоднюю ночь с 55-го на 56-й год, когда после боя курантов, выпив по бокалу шампанского со своим другом, я вдруг неожиданно встал, взял со стола баночку с тушью, и на изумленных глазах своего товарища с особым удовлетворением палил краской только что законченный чертеж мою экзаменационную работу. И, глядя на расплывающиеся на бумаге грозные пятна, как бы съедающие мой бессонный и многодневный труд, произнес все. Хватит. Надо делать то, что любишь. Ну, кто я сегодня? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Да, это было самое радостное время моей жизни. Позже мы все разбрелись, конечно же, растерялись, но каждый из нас отметил это время в своем сердце. Там то ли в силу молодости, то ли особой атмосферы мы понимали друг друга по жесту, по движению глаз. Такая была притирка. Там же, глядя на то, с каким волчьим удовольствием я безостановочно пою свои песни, покоряя друзей и гостей, не сразу все раскусят, что эти вечера были моей непрерывной творческой репетицией.